Всем привет, дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Хастл Кастл. Долго сидел я и думал, что же мне делать, как бы мне накопить, ребята, еще на одно легендарное оружие. Ну и вы сами прекрасно понимаете, я все-таки не удержался и купил немножко кристаллов для того, чтобы можно было получить себе яблоки. Ну что же, и к тому же я уже накопил, поэтому, ребята, давайте будем с вами смотреть, что же нам выпадет на этот раз. Так, легендарное оружие, я знаете, что сейчас единственное хочу, чтобы это был не лук или арбалет. Пожалуйста, играть, не надо вот делать мне сейчас заподлянку. Ну что же, ребята, приступай, поехали. И, фух, меч, великая сила. Да, вау, на сотый уровень, да это же вообще круто. Давайте, ребята, сейчас посмотрим, что это за меч такой. У меня, по-моему, намного слабее меч, если я не ошибаюсь. Да, 93-го. Такс, это хорошо. Давайте сравнивать, ребят, смотрите. Значит, у нас меч, который идет под крит. Согласитесь, это лучше, чем под уворот. Плюс, у него идет шанс 21% восстановить себе 11 здоровья. Кстати, здесь тот же самый параметр. При атаке увеличить свой урон на 50%, да? Здесь на 55 было. Действует 10 секунд. Но, смотрите, я выигрываю, грубо говоря, на 1000 в уроне. Ну, и, к тому же, здесь все-таки на 100 уровень. Так, мы отсюда достанем вот эти вот камни. Я, наверное, перенесу их сюда. И теперь я могу себе спокойно сделать двух, двух ребятобойнов, которые будут бегать с мечами. Хотя, на самом деле, мне бы лучше пригодился бы даггерщик, ассасин. Ну, раз такое дело, то, как говорится, танки нам не помешают. Ну, что ж, давайте, наверное, приступим с вами. Перенесем вначале камни. Ой, у меня еще билетик есть для арены. И, кстати, вот еще что. Раз у нас появилась такая пушка, мы ее сейчас поставим. Может быть, я все-таки смогу пройти того босса в портале, на котором мы с вами остановились. 78 уровень, да? В общем, давайте сейчас мы посмотрим все это дело. Что, как говорится, языком зря молоть, когда все это можно проверить. Так, начинаем с доставания отсюда. А стоит ли доставать? Нет, стоит, ребята, стоит. Так, давайте извлечем эти камни. Как-то вот так вот. Теперь поставим, где оно? Вот оно. Использовать, естественно. И давайте уже втыкать. Так, на 14 атаки. Потом у нас идет вот этот. И последний вот этот. Кстати, можно сходить... Ах, нет, ребят, нет. У нас больше нет, не осталось ячеек. Так, тут в основном идут на крит и у ворот. Слушайте, какой-то странный меч. Знаете, такое ощущение, что он предназначен именно для нанесения урона, для даггеров. Хорошо. Так, ну что же, давайте, наверное, мы сбегаем с вами для начала в портал. Ой, в портал. В бухту. Да. На бухте попробуем пройти. Может быть, нам достанется еще какой-нибудь... Какой-то... Самоцвет. Мы его поставим. И уже потом пойдем в портал. Так, где мой отряд? Где мой воин? Вот он. Так, у него сейчас 275 тысяч. А ну-ка проверяем. Надеваем этот меч. Ё-моё, почти 300. Ну, 300 я, конечно, преувеличил. 291 тысяча с половиной мощей. Ладно, это уже хорошо. Также, ребят, не забываем, что у меня 16 кристаллов. То есть, я могу заказать себе по любасу одну либо шмотку, либо оружие легендарное. Также, не забываем, что если я разнесу в пух и прах 4 эпические шмотки, у нас будет на 2 леги. Но я не буду разносить. Я, скорее всего, ребята, пойду в портал и нафармлю себе недостающие вот эти вот кристаллы, которые нужны будут нам на легендарные вещи. Ну что же, погнали, ребята, в бухту. Ну, у нас поход начинается бесплатный. Размещаем. Размещаем лучших. Хотя, подожди-ка, если мы собираемся разместить лучших, то, конечно же, мне нужно вот здесь поставить, наверное... Ха-ха. Вот так вот? Да-да-да, именно так, ребята, мы с вами и поступим. Так, здесь у нас 93 уровень, а посох на 92. Ах, была-не была. Вот так вот. Так, погоди-ка, погоди-ка. Она у меня 93 уровня, а есть что-нибудь такое, что я могу ей надеть? Нет, к сожалению, такого у меня нету. Хотя, вот этот эпический амулет будет, наверное, прекрасно смотреться с ней. И колечко. Колечко нужно на магический урон у нас идет. И тут магический урон. Пускай будет одето. Ну что же, я, в принципе, и готов, ребят. Так что, давайте начинать поход. Размещаем лучших. Так же мы с вами заполняем магией все. Подтвердить. Ну и вперед, как говорится, с песней. Да. Нет, все-таки очень хорошо, что мне выпал именно, ребята, меч. Хотя, если бы мне выпал бы кинжал, я бы тоже не расстроился. Главное, что это не лук. Потому что, вы представляете, если бы выпал лук и приблизительно такой же, как у меня уже есть. Или слабее. Тогда было бы очень печально. Ну, а так выпала обалденная, нужная мне пушка. Именно меч. Так что, хорошо. Фух. В общем, ребят, не зря, не зря у меня эти три дня прошли. Фарм был очень замечательный. Хоть и нудный, долгий, но оно того стоило. Так, ну что же, мы с вами вторую волну одолели. И переходим к третьей. Так, давайте. Тут у нас... Ну, мало, конечно, нам дают здесь пыли. Но куда нам спешить? Слушайте, да, можно было бы, кстати, нам с вами взять двух воинов здесь. И я думаю, было бы этому неплохо. Да, они берут одних реслечков. Вы заметили это дело? Я так лично заметил. Мало хилов. В основном все на рез. Идет акцент у них. Но не забываем, что у меня тоже два реза и два хила. Плюс лучник. Ну и, естественно, танк. Ха-ха. Главное, чтобы... Так, что такое... А, добавить... Нет, мы пока не будем ничего добавлять. Главное, чтобы реслечек успел поднять моего воина, если он вдруг упадет до того, как закончится раунд. Иначе он просто-напросто у нас уйдет в небытие. Да хорош вот телепунькаться. Давайте на ускорение. Ребят, что мы с ними... Как с детьми, е-мое. Давайте. Бесчадное. Вот так вот. Ну что мы там с вами получаем? Вот. Надеюсь, здесь будет нужный нам камешек. Так. Опять же в бой. Ну давай, давай, добавим. Ты уже просто доколупаешь меня. Все. И очередной бой у нас. Корея. Корея, что ли, у нас тут решил прыгнуть. Ну, естественно, он-то не прыгнул. Это все у нас автоподбор. Но, тем не менее. Ну, будут кто-нибудь хилить меня. Вот, молодцы, отхилили. Давай, давай, роняем. Роняем одного за другим. Так, надо будет, кстати, мне посмотреть, насколько у меня вообще выросла мощь. По-моему, последняя была... А, вот, видно. 1550. Но этого маловато, если честно. Мне хотя бы 1600-1750. Вот в таких пределах надо сейчас в данный момент держаться. Ладно, это все, ребята, исправится тогда, когда мы с вами сделаем еще две леги. Я думаю, что по мощам где-то мы прыгнем на 1020-30. Хотелось бы, конечно, на 1050, но это нереально. Так, давайте ускоримся маленько. Заморозим, чтобы они тут уже не прыгали. На самом деле, надоели. Так, отлично. Меч, кстати, бьет очень хорошо. Я смотрю, если мы на него поставим камни на крит, то, я думаю, вообще будет обалденно. Так, ну что же. Вот у нас следующая волна. Ее нужно обязательно пройти, ребята. Здесь есть вероятность получить самоцветы плюс свитки. Ну что же. Так, добавим, пожалуй, магию. И в бой. Я, наверное, буду замораживать. Скорее всего, мне это надо будет сделать. Так, и еще сделаем заморозочку. Так, у него артефакт я какой-то заметил. Но я думаю, что он ему уже не поможет. Да, ребята, не поможет ему этот артефакт. Разбомбил. Так, следующий. Следующий у нас оппонент, у которого мощей. Ага, подожди. Ну что же, на десяточку больше, чем у меня. Будем стараться, ребята. Кстати, что же я хотел? Ребят, помните, как-то я вам хотел продемонстрировать наемника. А мне кажется, настало это время, чтобы можно было бы его продемонстрировать. Так, убираем мы самого слабенького. Давайте, наверное, это будет Любомир. А, я, наверное, сейчас не смогу, да, ребят? Не смогу я его сейчас убрать. Хотя нет, почему не смогу? Все, смогу. Убираем наемники. Вызываем бессердечно. Нанимаем ее. Так, и вот она у нас уже здесь стоит. Вы посмотрите, насколько у меня сразу выросла мощь, когда я приобрел. Почти на триста тысяч. Хе-хе. Хорошо. Кого можно было бы, например, нам еще заменить? А взять-то кого? Так, это у нас нанят. Ага. Бертран. Кто ты такой? Это дальний бой. Великий наемник. У него мощей, е-мое, почти пятьсот тысяч. Ха. Офигеть просто. Пятьсот тысяч. Ну, также здесь есть и ближники, да? Смотрите, тоже пятьсот тысяч. Такой, знаете, соблазн. Хорошо. Мы с вами, так, давайте наймем и его. Так, вместо кого же нам его поставить? Вместо... Ты кто? Так, ты у меня хилер. Хилер нам нужен. Ты у меня ресорщик. Так. А ты? Тоже ресорщик. Хорошо. Мы с вами убираем вот этого вот ресорщика. Он же? Да, он. Убираем его. И ставим вот этого наемника. Так, у меня будут два танка. Вот это вот, если я не ошибаюсь, она тоже может хилить. Так, смотрим. Раз в некоторое время воскрешает союзника. Да, она ресорщик. И восстанавливает здоровье союзников. В общем, давайте смотреть. У меня сейчас в данный момент два миллиона мощей. Блин. Двух персонажей поставил и два миллиона. Вот так бы всегда быть, ребята. Ну что же, поехали теперь в бой. И заодно посмотрим, как у нас все это дело будет происходить. Естественно, мы заберем с вами магию. И поехали. Очень интересно на это все глянуть. Ну-ну-ну-ну. Что-то я, конечно, особого тут, знаете, как сказать, преимущества не вижу. Ну-ну-ну. Да елки-палки. Давай, резай. Ты смотри, что делает, а. Ты смотри, что делает. Ну, все-таки здесь мы пробились. Ладно, хорошо. Два миллиона мощей, но как-то не чувствуется. Поверьте мне, нет особого такого преимущества, чтобы я, знаете, чувствовал, ооо, как я легко тут типа прохожу. Нет, все так же тяжело. Хотя, смотрите, Танос. Миллион семьсот мощей. Давайте посмотрим, как у нас здесь дело произойдет. Тем более, танк уже практически покоцанный. Ладно, хорошо. Мы будем применять с вами заморозку. Как я вам говорил, мы делаем это ради чистого эксперимента. Так, ну давай, 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 давай. Роняй, роняй. Так, мой вояка упал. Его рисанули. Хорошо. У меня в данный момент в общей сложности здесь два реслечка получается, да? И один. И один хиллер. Ладно. Ну что же. Вот это, кстати, тоже хотелось бы заработать, получить. Но как-то мне не нравится. Может быть, нам убрать одного танка и вернуть реслечка? Не вижу смысла, ребята. Один танк, наверное, не справится. Так что никого мы пока менять с вами не будем. Так, и оставим. Так, пора, наверное, заморозить этих улухов и немножко ускориться. Потому что как-то уж больно медленно мы тут продвигаемся с вами. Давайте, давайте. Ресайте моих воинов. Да, не ахти как-то получается. Как-то не особо хорошо. Может быть, и лучника убрать? Хотя лучник наносит львиную долю дамага. Нет смысла так делать. Хорошо, ладно, ребят, мы практически приблизились к моим в данный момент мощам. 1957... Ой, тысяча. Миллион девятьсот пятьдесят семь у моего врага. У меня два миллиона. Так, но не забываем, что магия у меня заканчивается. Да-да-да, именно заканчивается, ребят. Хотя, можно здесь приобрести вот эти вот заклинания. Но... Так, сколько он? На семь секунд. Ярость. Пятнадцать тысяч. Это взрыв у нас и отважный лев. Повышает урон союзных войск. Хорошо, давайте одну возьмем. Одну возьмем. И... Ну, я ж купил, ё-моё. Как мне... А, вот она, вот она, ребята, отмечается. Всё нормально. Ну что ж, давайте попробуем. В бой. Всё, как говорится, ради эксперимента. Давай мы здесь вот так вот и вот так сделаем. Посмотрим. Ну... Ха-ха-ха-ха. Чёрт. Давай-давай-давай-давай-давай. Добиваем. Блин, вы будете резать у меня эту. Чё-то я не врубился, нифига. Вау. Как-то очень всё хреновенько здесь идёт. Блин, а орка-то кто-нибудь будет? Фу, подняли. Так, вроде бы... Нет, не все в сборе. Всё-таки мой воин упал, ребята. Упал вояка. И что ж, нам придётся... Кого-то обратно брать в команду. А это у нас будет... Наверное... Слушайте, всё из-за того, что, блин, рез не сработал. А почему? Я не понял. Ладно, давай тогда... Возвращайся в команду. Попробуем, что у нас тут. Тут очень уже серьёзный враг. Он меня превосходит. Магии у меня практически никакой нет, ребята. Вот только лишь ярость. Но я почему-то сомневаюсь, что она мне здесь поможет. Хотя... Ну что за ещё... Блин, оглушение. Давай-давай-давай. Ну попробуем. Попробуем хотя бы их одолеть. Эй-эй-эй-эй-эй. Давай, воин, вставай. Резайте, блин, не этого. Фух, молодцы. Пока неплохо, ребята. Справились. Блин, одна всего лишь магия осталась у меня. Как-то не ахти. Хорошо. Мы с вами сделаем тогда так. Заклинание. Я куплю ещё. Вот так вот. Совершается покупка. Угу. И здесь у нас что? Оу-вау. Вот здесь вот тоже было бы, конечно, круто. Если мы его победим. Но это вряд ли, конечно, у нас получится. Ладно. Чё тут говорить? Будем проверять. Эй-ё-моё. Три воина. Плюс у него все ассасины. Сейчас они быстренько переключатся. Ай-яй-яй. Вот, в принципе, я вам об этом и говорил. Блин, у него артефакты. Жесть пошла, ребята. Просто разборка. Разборка моих войск. Да. Тут не справится мне. У него артефакт за артефактом срабатывает. Ну что же. Я считаю, что всё равно неплохо мы с вами здесь полутали. Сейчас единственное, надо будет посмотреть. Мне буквально не хватило три победы, чтобы я прошёл полностью. Но согласитесь, тратить наёмников, покупать за почти 200 кристаллов я не вижу смысла. И честно вам скажу, особого преимущества я не увидел. Так что всё это можно делать и своими силами. Как говорится, я хотел удостовериться в этом. И я удостоверился. Так, что у нас вот? Пыли. Давайте посмотрим, сколько пыли. Сколько у нас чего. Воу. Даже легендарное есть. И два самоцвета на здоровье. Угу. Хорошо. В принципе, я считаю нормуль. Ребята, у нас дело это прошло. Отдайте-ка я здесь всё заюзаю. Да отойдите отсюда. Яблочки. Кстати, яблочек у меня уже, ну почти фулл. Так что, ребят, я пойду в портал сейчас и буду фармить тёмные души, которые мне нужны будут для покупки кристаллов. А там точнее, сколько нужно? Так. У меня полторы тысячи. В магазине стоят они... Так. Где-где эти? Стоят семь с половиной. Это одна штука. Мне нужно четыре. Так. Это получается четырнадцать. Грубо говоря, пятнадцать и пятнадцать. Тридцать тысяч. Да. Тридцать тысяч мне нужно будет тёмных душ нафармить. Так что, ребятушки. Ну, если я нафармлю к этому времени, я, наверное, сделаю серию. Так. У нас, кстати, давайте-ка посмотрим в бухту. Да. У нас есть ещё один поход бесплатный в бухту. Мы обязательно с вами сходим. Уже опять своими силами. Ну, и немножечко, наверное, также побьём кристаллов. А сейчас надо, знаете, что сделать? У нас же для здоровья, да? Выпали камушки. И это, наверное, у нас пойдёт в броню. Есть такое дело? Да. Такое дело есть. Сто восемь. Но для начала мы с вами их немножко улучшим. Давайте-ка. Вот этот вот использовать. И сколько? Ну, давай вольём вот эту вот пыль. Предположим, сколько он нам даёт? Ничего пока не даёт вообще. Сто шестьдесят один. Хорошо. Ладно. А если мы вот так вот? Двести пятнадцать. И это уже фулл, да? Да. Пять из пяти. Хорошо. Я улучшаю, ребята. Это у нас будет первый самоцвет, который пойдёт в шмотку. Так, ну и что ж. Давайте теперь сделаем то же самое практически со вторым. Он где у меня? Вот он. Использовать его. Так. Двадцать две синие пыли. Окей. Ой. Пять из пяти. Всё. Он по максимуму. Давайте сделаем. И теперь я попробую, ребята, их слить. Точнее объединить. Так. Использовать. И... Погоди-ка. А где второй? Я не понимаю немножко. Ну-ка, вот так вот может быть? Хм. У меня же два их, так? Так. Или я всё-таки один уже успел воткнуть? Улучшение, да? Ну-ка, смотрим. Да. Один у меня уже, видимо... Уже воткнул я его. Или нет? Так. Ладно. Что-то я, ребят, совсем запутался. Блин. Я его воткнул сюда или же нет? Нет, я его не воткнул. Так а в чём тогда? В чём проблема-то? Почему я не могу, например, сделать слияние тех же самых обычных самоцветов? Ну, вот. Использовать, да? И вот этот вот. Использовать. Вот оно, 500 тысяч. И получится он зелёным. Конечно, будем соединять. Шанс-то какой? 99%. Замечательная. Так. Забираем. Он у меня где? Чё-то я не помню. А куда он у меня забрался-то? Странно. Хорошо. Использовать. И попробуем его ещё улучшить. Ого. А если Легу? Ну вот, смотрите. Получается у нас 488 ХП. Я улучшаю, ребята. И теперь попробуем его воткнуть. Если он, конечно, не воткнутый. Это у нас будет, наверное, вот сюда, на эту броню. Он пойдёт. Да, он уже автоматом, ребята, находится в этой броне. Вот. 488 к жизни. Это неплохо. Полтыщи. Здоровья. Это очень зашибись. Также давайте посмотрим, что у нас ещё тут. Какие там остались-то я уже, честно говоря, и забыл. Так. У нас на броню. На магическую атаку. И... Ладно. Давайте выставлять. Так. Значит. Начнём. Вот, пожалуй, отсюда. Мы можем сюда воткнуть? Да. Мы можем поставить на защиту. Использовать. Что такое? Ах, вот оно что. Это у нас на физическую защиту. А здесь указано магическое. Значит, сюда не прокатит. Хорошо. А если мы вот этот вот посох поставим? На него что-нибудь есть? Нет, к сожалению. Ладушки. Сейчас мы что-нибудь с вами подберём. Здесь у меня всё установлено. Ну, давай-ка мы глянем вот эту вот физуку. Есть? Да. Для неё есть. У нас как раз... Атака. Ну, давай воткнём. Маленькая, конечно. Но плюс семь. Так, и к здоровью. Ну, к здоровью ничего нету. Хорошо. Танк у нас, ребята, один. Вояка. А что у нас с луком? На лук есть? На лук, к сожалению, ничего нету. Но у нас, по-моему, есть броня. Вот она, броня. Хотя мы сейчас вот эту вот ещё посмотрим. Да, я могу усилить, ребята, её. 215 к здоровью. Пригодится, согласитесь. И... И что же у нас там ещё? Давай попробуем вот эту вот. Посмотрим. Значит, нам нужно на магическую атаку и на защиту. На магическую атаку и на защиту. Это у нас, ребят, пойдут посохи. Давай-ка глянем. Идёт? Да, идёт как раз то, что нужно. Вставляем. И там последний камень у нас идёт на защиту. Это уже будет по броне. По броне. Так-так-так-так. Ну, неужели, блин, сюда, а? Ну, неохота, если честно. Да здесь даже и нету. Нету такого. Хм. А где же тогда, может быть? Хотя, может быть, это всё, ребята, в кольцах. В кольцах или в амулетах. Так, здесь на магическую защиту. Блин, как мне вот это вот утомляет. Туда-сюда переключать это всё? А здесь, блин, по-моему, то же самое. Смотрю. Ну, давай-давай-давай мне какое-нибудь колечко, где есть обычная защита. Но, к сожалению, нету. На всех амулетах, ребят, почему-то даётся именно магическое. Ну, а здесь... Нет, здесь только на атаку. То есть защита, получается, в любом случае должна находиться в броне. В броне и... Так, тут нету. Ну, давай вот здесь вот глянем. Хе, нету. Странно это, конечно, очень. Ну, давай вот здесь посмотрим. А здесь вот можно, ребят. Давайте сюда и воткнём тогда. Неразрушимый монолит. Всё. Наконец-то я нашёл. Мы составили последний, ребят, самоцвет. Фух, чтобы он мне глаза не мозолил. Ну, что же. А я пока отправляюсь, ребята, в портал. У нас там сколько? 57 миллионов ещё тёмных душ в портале. Нужно, как говорится, успеть себе нафармить 4 кристалла для леги. Так что увидимся с вами попозже, ребятушки. Ну, что ж, дорогие мои друзья. Давайте мы, наверное, сегодня подытожим, что мы сделать успели за эти выходные. По крайней мере, я. Я получил два оружия из портала. Причём это у нас лук и меч, как вам известно. Кстати, у меня ещё 24 тёмных души осталось. А здесь у нас 41 миллион в портале. Но в любом случае я, наверное, не успею накопить 49 тысяч. Это я хотел ещё на оружие, потому что, ребята... Потому что я всё потратил, и у меня нету ни денег, да и, наверное, хватит. Мы сейчас просто сделаем как с вами? Покупаем 4 кристалла, осколка. Хватит нам 4. Так, раз, два, три. Ну, ладно, на один не хватило. Это мы что-нибудь с вами разобьём. И в результате мы получаем, что... Так, подождите, у нас 2000 ещё есть. Давайте, наверное, мы купим с вами... Вот, 10 кристалликов. Отлично. И один, один зелёный. Всё. Как говорится, всё под завязку с вами потратим. Чтобы никуда ничего у нас не делось лишнее. Всё, отлично. В результате получается у нас такая петрушка. Смотрите, ребят. У меня 19 кристаллов, да? Ну, соответственно, мы делаем с вами сейчас 20. Так, 86-й крит. Давайте разбирать. Они уже не актуальны. Всё. Соответственно, я, наверное, буду, ребята, ставить на мага. На магическую броню и на магический посох. Мы уже там с вами посмотрим, что у нас выпадет. А всё почему? Да всё просто, ребята. Из тяжёлого вооружения, как видите, у меня есть. У меня есть меч, у меня есть броня. У меня по лучнику, если смотреть... Лукарь. Где же это у меня? Есть лук. Нет брони. Конечно, можно было бы заказать ему броню. Но я не часто играю им. Хотя, если вдруг мы где-то с вами достанем кинжалы... Как вариант, можно подумать. Но пока я всё-таки склоняюсь на магическую броню. Легендарную и посох. Главное, чтобы посох у нас скрафтился не боевой. Желательно на рез или на хил. Вот эти два варианта меня вполне устраивают. Так, ну что же. Всё, ребята. Денег нету. Ничего у меня не осталось. Вовка тут что-то у нас бубнит. ПТ. Так, ладно. Забираем подарки. Я уже, ребята, вам отправил. Всем большое спасибо за просмотр. И давайте, наверное, закругляться. Хотя, подождите, ребята. Нет, у нас ещё же есть... Да, бухта самоцветов. Давайте, наверное, мы сюда сбегаем. Как говорится, на дорожку что успеем с вами сделать, то сделаем. Так, забираем сюда заклинания. А, я их даже ещё и не поставил. Ладно, фиг с ним. И, кстати, ребята, да. Есть одна такая фишка, что в портале я всё-таки дошёл до 78 уровня. Был предел, по-моему, 77, да? Ну, я там прошёл. Ну, и чё я вам могу сказать? На 78 уровне я даже первых летающих мышей не прошёл. Потому что меня просто заколбасили. Слишком жёстко там. Но, в любом случае, теперь предел уже у меня на один этаж выше стал. Так, ладно. Давайте здесь забомбим по-быренькам. Мы не будем размсоривать. А то я уже устал, да и спать охота, ребят, если честно. Так что... Выходные, короче, были у меня продуктивные. Я практически зависал в хасл-касл. Это очень редко такое бывает, чтобы просто все выходные вот так вот зависнуть. Ну, зато оно окупилось. Оно себя оправдало. Две легендарные шмотки мы ещё с вами сделаем. Кстати, как они только скрафтятся, естественно, у нас выйдет с вами серия. Я вам покажу результаты. И посмотрим, насколько у нас вырастет там мощь. За это время, я надеюсь, мои ребята, которые сейчас тренируются, поднимут ещё уровень. И там как раз совпадать будет уровень, серия и скрафтятся шмотки. Так, хорош что-то выделывалось уже, а? В самом деле, достали. Так, ну что? Сейчас мы уже будем с вами... А, нет, мы уже заработали его. Так, хорошо. Давайте. Не будем ничего добавлять. Я даже тайно хочу, чтобы побыстрее тут шваркнули меня, чтобы... Уже закругляться, как говорится. Ну, давай, 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 давай. Где вы там? Так, ну, тут тоже очень мало пыли. А там, где будут давать нам самоцветы, я вряд ли, ребята, справлюсь. Даже вот здесь, скорее всего, упаду. О, тут, естественно, ребят, смотрите. Артефакты в путь пошли. Хотя, нет, смотрите, я выровнялся и покарал. Ну что же, неплохо. Так, ну, ребята, если у нас вот здесь вот получится, хотя вряд ли у нас получится здесь их победить. Было бы у меня заморозочка. Заморозочка, то, возможно, да. Возможно, мы бы победили бы, а так вряд ли. Но посмотрим. Посмотрим. Давайте запустим. Воу, я не понял. Я же сказал запустим. Ха, почему-то вышел у меня. Так, подожди. Пять кристаллов эти мы уже сделаем вне эфире. Давай-ка здесь заберем. Мне такой расклад не устраивает. Давай уже до конца. Почему-то у меня вышел. Наверное, я нечаянно нажал не туда. Ну. Оу. Они у меня покоцанные. Причем изрядно. Ай-яй-яй. Ладно, фиг с ним. Так, делаем берс. Если я успею, конечно, его заюзать. Но. Да, блин, смотри, артефакты. Еще причем у него и приспечники тут. Эх, не получается. Почему-то у нас с вами. Хотя... Да нет, ребята. Как ни странно, получается. И причем довольно очень даже хорошо. Смотрите, у меня не было никакой магии. Ну, магия была. Вот берс. Но заморозки не было. Ха! И по мощам... А, нет. Он немножко проигрывает мне. Ну, вот здесь уже, скорее всего, да. Будет нам финиш. Потому что у меня ребята покоцанные. Здесь все целенькие. Погнали тогда. Так, сейчас попробуем заюзать берс. А ну-ка. Так, 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 так. Ай, пошли эти скелетики никчемные. Блин. Ну, тут началось, ребят. Я так не играю. Так нечестно, согласитесь. Да давай ты уже падай там. Блин, он резает, ребят. Он резает. Я делаю еще раз берс. Да, за счет берса я вытянул. Как это ни странно. Ух. Так, и мы с вами продвигаемся дальше. Все. Закончились у меня. Все виды магии. Так, ну, а здесь миллион семьсот четырнадцать. Здесь уже, наверное, точно полная задница мне будет. Давай проверим. Йо-хоу. Да, ребят, даже не могу пробить вот этих вот двух бойцов. Ну, естественно, меня тут запинали. Поход завершен. Да, я понял. Ну, наемников я больше не буду брать. Ну, что ж, давайте посмотрим, что нам здесь выпадет. Бухта. Бухта уже хорошо идет. Довольно далеко продвигаемся с вами. Скоро все будет на мази у нас. Так, ну что же. На крит. Да, на крит получили. И на уворот. Естественно, это можно будет сейчас даже установить. По-моему, у меня на лучнике, на лучнице что-то есть. Типа того. Давайте-ка мы сейчас посмотрим. По-быренькому. Так, самоцветы. Вот он, лук. И да, ребята, могу поставить на крит. Но прежде чем это сделать, давайте его, наверное, немножечко улучшим. У нас тут все равно есть пыль. Она нам, в принципе, не нужна. Ее тут и так мало. Давай-давай, все будем использовать. И даже вот эту фиолетовую. Все. На 52 мы с вами повысили. Теперь, естественно, втыкаем ее в лук. Где этот? Вот она. Давай. Используем. Все, ребята, отлично. Лук полностью, как говорится, прокачан. Ну, да. Слабенькими, конечно, этими самоцветами. Но, тем не менее. И у нас есть еще науворот. А науворот, по-моему, ничего, ребята, у меня нету. Хотя, может быть, глянем. Да. Мы можем на меч поставить. А почему бы и нет? Давай вот так вот сделаем. Кстати, на мече было и на крит. Можно было бы даже и сюда воткнуть. Ну, раз уж мы сделали с вами на лук. Чего уж теперь, как говорится, махать кулаками. Все, ребята. В принципе, я доволен. Все у нас отлично. Все замечательно. Блин, конечно, вот эти бы 40 пропусков бы с удовольствием бы купил. Но 700 рублей. Жалко. Жаба меня душит. Тем более, я и так хорошо потратился за эти выходные. Ну что, дорогие мои друзья, давайте на этой ноте будем завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Если будут какие-то вопросы или непонятки, пишите мне в комментариях. И отвечу еще на самый последний вопрос, который очень и очень часто встречается. Спрашивают люди, для чего нужны животные? Ну, я в плане того, что кошки вот эти вот, собаки. Да не для чего, ребята. Они в данный момент сделаны просто для красоты. В свое время, когда разработчики хотели их внедрить, хотя они их внедрили в игру, у них должно быть специальное задание. Но, как говорится, с заданием мы пролетели. Квеста мы никакого не получили, а лишь простое украшение, которое должно было в свое время повышать настроение жителям нашего замка. Так что, ребята, особо тратить деньги на животное я не рекомендую. А вот гоблина, пожалуй, покупать стоит. Во-первых, он собирает ресурсы, когда вас нету в онлайне. В общем, гном, да, это стоящая вещь. Его можно брать смело. Он, как говорится, оправдывает свои затраты. А животных, к сожалению, нет. Ну, так, ребята, будем завершать на этом видео. Всем большое спасибо за просмотр. До скорых встреч. Увидимся. А я пошел отдыхать. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok